Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Котлас 24 в студии Нелли Филатова. Смотрите выпуски. В Котласе вновь начала работу призывная комиссия по частичной мобилизации. Наконец, достроили акт приемки новой 105-й школы. Подписан впереди получение лицензии на образовательную деятельность. Пособия, пенсии, тарифы, электронные права, какие нововведения вошли в жизнь россиян с приходом октября. Начинаем программу с последней информации, касающейся объявленной в России частичной мобилизации. Сегодня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы уже пополнили свыше 200 тысяч человек. Вновь поручено обеспечить всех необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на должности. Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в 6 учебных центрах. В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания. Требуют командующих военных округов и Северным флотом в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке, провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом. Применение указанных подразделений планируют только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции. Отмечу, что в ходе частичной мобилизации военной комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению, никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований. Также глава военного ведомства поручил главному управлению контрольной и надзорной деятельности тщательно контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации. В Котласе вновь начала работу призывная комиссия по частичной мобилизации. Теперь она проводится в стенах военкомата. Несмотря на то, что Архангельская область вошла в пятерку регионов, где выполнена квота по мобилизации, призывные комиссии продолжают работать. И единственная формулировка, которую выдают официально на вопрос «зачем?» пока только такая. Сроки мобилизации определяются Министерством обороны Российской Федерации. На данный момент все задания по количеству выполнены. Для того, в Министерстве обороны приостановлена отправка людей войска на некоторое время, непродолжительное. Решения будут приняты вот буквально сегодня, сегодня-завтра и мобилизация продолжится. Решение о завершении мобилизации будет принято уполномоченным должностным лицом. Им является президент Российской Федерации. В Котласе в составе призывной комиссии, помимо военкома, главный врач Котласской больницы, Котласский межрайонный прокурор и представитель ОМВД, председатель комиссии, глава города Светлана Дейнека. Беря во внимание ходатайство с места работы и результаты медицинских обследований, комиссия принимает решение об отсрочке мобилизации. При отсутствии уважительных причин – краткий инструктаж о подготовке к явке на призывной пункт. С собой рекомендуют брать одежду по сезону и паёк на 2-3 дня. Будет в готовности получить повестку, посыльные пойдут скоро на оповещение. Среди мужчин в зале и те, кто впервые получил мобилизационную повестку, и те, кто уже был на призывном пункте. Вернули с Архангельской пункт сбора, казарменное помещение. Были там неделю практически. А как вообще, расскажите, как там ситуация, обстановка, как условия? Да, в принципе, нормально, не жалуемся. Кормили хорошо? Кормили хорошо. А вернули почему? По здоровью. А сейчас чего? Ну, сейчас делают документы. То есть, скорее всего, не попадаете? Неизвестно пока еще. Сказали, что с повесткой сюда, в пилиция, на собрание. Ну, в принципе, я удивился. Спросили, где работаю. Семейное обстоятельство, что ребенок инвалид, нет. Спросили, готов? Готов. А что вообще вы скажете? Вы действительно готовы? Готов. Я готов. Почему? Что дома отиживаться? Смысл? Меня мать родила для чего? Для того, чтобы я родину защищал. Я присягу давал. Поэтому я готов. Принесли повестку, все, согласился, пришел. Все документы передал. Новости смотрим, что все ребята уезжают. Как бы все. И как бы и мы за ними. А есть кто-то, может, знакомый? Да, там один уехал. Уже уехал? Да, 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 уже уехал. В Питере уже в этой части. Известно, что заседание призывных комиссий в Котласе продолжится. Будет ли вторая отправка мобилизованных и ее даты пока неизвестны. Но в администрации города заявили, каждую семью мобилизованных берут под контроль. По всем интересующим вопросам, в том числе и бытовым трудностям, обратиться можно по телефону 5-15-11 приемная главы Котласа. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Не переключайтесь. Успей купить шубку и получить вторую в подарок. Ждем вас с 5 по 7 октября в Котласском дворце культуры. Магазин Second Hand одежды из Европы и Америки. На вес. Котлас, Титя, Весна, второй этаж. Новое поступление завтра. Цирк «Виват» в Котласе. Грандиозное шоу. С 15 по 23 октября. Купол цирка расположен у ТЦ «Столица». Успейте приобрести билеты. 0+. Продолжаем программу. Строили и, наконец, достроили. Госстройнадзор завершил проверку работ в здании новой 105-й школы в Котласе. Все замечания устранены. Акт приемки подписан. Необходимые документы направлены в Росреестр. Впереди получение лицензии на образовательную деятельность. Все замечания, которые были выданы Госстройнадзором в начале августа, на сегодня в здании 105-й школы устранены. На это, а также на корректировку необходимой технической документации ушло почти два месяца. Сегодня объект, наконец, принят. Все системы работают. Их комплексная пусконаладка завершена. Вот одна из них – система контроля доступа. Такая установлена на входе для старшеклассников и на входе в начальное звено. Подразумевается, что родители в школу не заходят. То есть вот родители до суда дошли, ребенок прошел. У каждого входа своя будка охраны и свой гардероб. Лифт в рабочем состоянии, он предназначен для маломобильных групп населения. Мебель в коридорах пока накрыта полиэтиленом, а вот в классах все расставлено. Готовы к приему ребят школьное кафе и большой спортивный зал. Здесь учителя физкультуры уже расставляют инвентарь. Побольше таких залов приятно зайти, посмотреть, даже ребята наиграть. А чего ютиться? Ютиться здесь точно никто не будет. Просторные раздевалки, душевые, тренажерный зал, не говоря уже о стадионе, спортивному развитию школьников особое внимание. Сейчас, после того, как работы подрядчика приняты, открытие новой 105-й школы вышло на финишную прямую. План ввода у нас готов. Каждый комитет по управлению имуществами и архитектура все задействованы. Все знают, что нужно делать, чтобы как можно скорее в школу ввести эксплуатацию не в плане объекта, а уже в плане того, чтобы дети пошли в школу. Все уже завертелось в ускоренном режиме. Необходимые документы поданы в местный отдел архитектуры и градостроительства. Завтра они уже будут в Росреестре, чтобы поставить здание школы на кадастровый учет. Далее оно будет передано юрлицу школе номер 105 в оперативное управление. И последнее – получение заключения Роспотребнадзора и лицензии на образовательную деятельность. Завтра в России отмечается День учителям в честь этой даты. В Архангельской области стартовал челлендж «Учитель 100 про». Присоединиться к региональной акции, которая пройдет в социальных сетях, могут учащиеся всех школ Поморья. Причем это могут быть и выпускники прошлых лет. Суть челленджа – поздравить любимого педагога импровизированной видеооткрыткой творческих рамок. Нет, главное – искренность эмоций. Свои видеопоздравления необходимо выкладывать в социальных сетях, указав хэштег «Учитель 100 про». Челлендж организован в рамках программы «Большой учительской недели», которая проходит в нашей стране. Главный праздник педагогов будут сопровождать не только акции в интернете, но и открытые уроки, мастер-классы, встречи и форумы. А сегодня в Котласе накануне Дня учителя в городском краеведческом музее открылась выставка «Школьные истории». В 1889 году в Котласе была открыта церковно-приходская школа. Это всего лишь одно помещение, один класс и одна комната для учителя. Выставка «Школьные истории» была подготовлена совместно с Комитетом по образованию в тесном сотрудничестве с городскими школами. Важная ее часть – материалы по заслуженным учителям Котласа и педагогам, получившим высокие правительственные награды. На сегодняшний день их насчитывается 70 человек. Ну, конечно, большая часть экспонатов, документов и фотографий из фондов нашего музея, потому что школьное образование в Котласе имеет более чем 100-летнюю историю. И мы показываем здесь истории каждой котласской школы, включая те, которые уже сейчас закрылись. Первые экскурсанты – педагоги городом, заслуженные работники сферы образования. Общий педагогический стаж всех присутствующих в зале составил 390 лет. Очень интересно. Я посмотрела уже на стендах и по истории образовательных учреждений, и про свою 91-ю школу. И тоже, я как говорю всегда, и про родную 75-ю, где я часто бываю, 4-й Гагаринской. У нас есть парта, у нас есть букварей, у нас есть школьные принадлежности, у нас есть уникальный классный журнал военного времени, у нас есть тексты ученических работ тоже 40-50-х годов, у нас есть замечательная школьная форма, которую нам предоставил Игорь Николаевич Кондаков. Организаторы выставки школьной истории уверены, что она непременно найдет отклик в сердцах выпускников котласских школ. К другим темам изменения в начислении пособий, рост пенсии ветеранам Великой Отечественной войны, индексация тарифов на железнодорожные билеты, электронные права. Какие нововведения вошли в жизнь россиян с приходом октября, расскажем в следующем материале. Вступают в силу новые правила ОСАГА автомобилистов ждут 4 нововведения. Страховая теперь сможет сама узнавать об изменении номера автомобиля. Если у автомобиля сменился собственник, владелец полица ОСАГА будет обязан письменно уведомить об этом свою компанию. Раньше это было необязательно. Участникам ДТП больше не нужно будет записывать данные очевидцев происшествия и указывать их в извещении. Страховая будет обязана сама предоставить клиенту результаты технической экспертизы после ДТП. Больше не понадобится письменное заявление. Водители смогут предъявлять QR-код вместо пластикового удостоверения. Код можно будет получить в приложении госуслуги авто. Но до поправок в ПДД водители будут обязаны также иметь при себе пластиковый документ. Тарифы на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах по российским железным дорогам с октября проиндексируют на 6,5%. Билеты подорожают. Работники государственных учреждений, гражданский персонал воинских частей получат прибавку к зарплате 4%. С октября будет пополнен список пособий, которые можно получать только на карту МИР. В него войдут выплаты малоимущим гражданам, которые установлены законом, а государственной социальной помощи, субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежегодные выплаты почетным донорам. Участники Великой Отечественной войны и члены их семей с 1 октября будут получать ежемесячную доплату к пенсиям в размере 15,5% однозначенной пенсии. Доплата будет осуществляться в порядке, установленном для выплаты пенсий. Клиенты банков смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников. Можно будет установить запрет на дистанционные услуги, например, переводы, онлайн-кредитование, либо на все операции. Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом, клиенту потребуется написать заявление в свой банк. Форму документа и порядок его направления будет определять сама кредитная организация. Завершают программы новости потребительского рынка с наступлением первых холодов. Нужно особое внимание уделить своему здоровью. Укрепить иммунитет помогает употребление полезных продуктов, таких как дальневосточные деликатесы. Та самая рыба Камчатского края снова приезжает в Котлас. Приятный аромат копчености от морских деликатесов словами не передать. Нежная и слабосоленая рыба, вкуснейшие деликатесы холодного и горячего копчения. Все это не только вкусно, но и полезно. Омуль, форель, палтус, зубатка, белорыбица и, конечно, чавыча, богатая омега-3. Организаторы отмечают, как всегда, вся продукция свежая, ароматная и аппетитная. В этот раз еще и пополнили ассортимент. У нас появились сейчас на данный момент новинки. Это осеты в собственном соку, морской гребешок, печень, скумбрия в больших баночках, маленьких, печень-трески в больших баночках, тоже 0,5. Все прекрасного качества, разбирается все, можно сказать, как пирожки. Ну, приходите, попробуем. Также королева продаж наша, конечно же, чавыча, слабого посола. Сейчас идет это свежий улов. Только здесь представлены три вида икры. Горбуши, нерки и чавычи. У нее отличный вкус и высокая питательная ценность. Многие покупатели уже не в первый раз приходят за этими морскими деликатесами. И чавычу, и белорыбицу. Белорыбицу я вот беру, попробую. Та самая рыба Камчатского края работает в Котласе с 4 по 7 октября на втором этаже торгового дома «Витязь». У меня все на сегодня. Смотрите новости нашего города на сайте kotlas24.ru и одноименной группе ВКонтакте. Всего доброго. Увидимся.